луган скоро приедет да мы ждем тебя ждем потому что те как ты говоришь военнослужащие они на тот момент не являлись военнослужащими а как же а министерство обороны их признала это знает каждый луганчанин вы открываете видео панцирь с1 в луганске и увидите как едет панцирь с 1 по луганску ну и что не ничего у меня когда вы аргумент этот счет рыбки приводите ну и что у меня в ответ на него ничего нет никакого аргумента хорошо пусть пальцы пусть вот это самая мощная армия воюет пять лет самой слабой армии российской федерации она не самая слабая вы считаете что российская федерация тоже часть европы что ли или это европа что ли до урала европа а россия европа так вот я я вас понял россия это европа бегите быстрее получаете паспорт кто не хватит все бланков говорят мало украли половину не 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 этот российский тут же еще ох ты красавица чмо луганская шо ты своей тыквой машешь на да 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 луган скоро приедешь да мы ждем тебя ждем был осенью да ты шо и все нормально в каком не нет подходили наоборот наоборот ходили а прямо них они подходил только наоборот подходи не плюнули а наоборот подходили и благодарили но так опасаясь втихаря а вы что там как-то мало мало что именно мало ну мало что именно мало но когда встречаешь какую-нибудь ватника такого который вот там за корузлы такой заскорузлы у него там бывает прям фонтаном прям вот такой знаете факел а вас почему значит плохой ватник ничего сказать вы даже про трусы не пошутили забыли понимаешь уже забыл забыли у меня там нет приходится вам напоминать про репарация хоть помните про кого про репарации нет никому не помните нет вот знаете как легко определить россиянина в чатурлетки даже с украинским паспортом россиянина с украинским паспортом да а это что за украине с такой с российским паспортом я не говорю не украинец я говорю россиянин с украинским паспортом как его легко определить как вот несмотря на то что паспорт у вас украинский в душе вы россиянин да да я не только в душе россиянин я потомственный россиянин вот я же говорю потому что сразу врете в чат рулетки а про репарации вы не помните прекрасно помните про репарацию не помню не помните нет кто кому должен вы забыли кто кому должен репарации о но вы хотя бы выучили слова правда же хорошо же какая-то от меня польза есть а нет это не от тебя польза от моих родителей отлично контрибуция репарации да 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 какие-то вопросы у вас быть может есть к тебе лично я вас то не знаю впервые вас вижу а вы то я вижу меня знаете кто тебя не знаю ты знаешь когда ты бегал в районе ну если по моей памяти раньше там вначале был ресторан арктика помнишь где это нет ну лица советская помнишь не знаю радянска нет советской радянска а нет советской она еще да 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 так вот еще там я тебя помню четырнадцатом году правда честно с пионе и что я там делал по вашему бегал бегал да ведь сейчас не бегаю сейчас спортом почти не занимаюсь он же на хоть бегал до войны лишь как хреново как у вас уже не бегаю на уже все куда уже видите сидячая работа она накладывает отпечаток знаете видите вес набрал же ведь на зубочине в краине как у вас там живы-здоровы так все в порядке все почему вещи новые не покупаете а хоть я сказал что не покупаем вот это у вас как это правильно называется вот футболка не футболка она еще 2012 куплена ну и что она еще хорошо сохранилась это видишь увижу да а зачем вам перстень на руке всегда у всех спрашиваю вот не могу удержаться и там вопрос просто личного характера если вы не хотите на него отвечать не отвечать но мне просто всегда интересно зачем мужчины носят перстень меня никогда никто не ответил на этот вопрос ни разу ну а просто нравится не так на всякий случай вы так напряглись знаете о чем это говорит вот это вот поза что вы защищаетесь а на вас как будто кто-то нападает то есть вы так сели съезжались вот так сейчас я буду от него защищаться я на вас вовсе даже не на подавите к и дружелюбный а я наоборот видите вот руки расставил то есть я наоборот на меня трудно напасть если уже в крайнем случае могу просто напросто выключить тебя и пойти дальше точно точно так устроена чат рулетка да да вы пойдете получать российский паспорт и снова получать российский паспорт а зачем между прочим это я не защищаюсь от меня мне просто так удобно понял понял так всегда говорят но я не знаю как всегда говорят это говорю так что мне сейчас удобно это я понял а зачем вам российский паспорт для чего он вам нужен я действительно интересуюсь мне это действительно интересно вот для чего людям нужно я могу тебе сказать что уже понимаешь украина не будет обстреливать территорию луганской народной республики почему а потому что у нее кишка тонко потому что может отгрызти по полной программе и потерять свою государственность это вы для этого паспорт будете получать обязательно если честно не дошло не очень понимаю ну что я могу сделать ну смотрите до этого там воевал моторола люди из бурятии из 4 из улан-удэ понятно же что это никак не украинцы и не луганчане армия ну позвольте давайте не будем перебивать найти армия и до этого понимала что моторола и вот этот вот привет чита привет улан-удэ привет там ну вы помните на этот ролик все его видели они и до этого понимали что там воюют люди с разными паспортами у кого-то был украинский паспорт но те которые из улан-удэ или моторола там откуда он с каких-то там я не знаю болот у него не было украинского паспорта он был российским гражданином и украинская армия защищая свою территорию их убивала этих оккупантов что на сегодняшний день тогда помешает украинской армии защищаться также как она защищалась ранее против тех кто приехал из олан-удэ что-то поменяется по-вашему конечно что поменяется очень много не скажешь кто воюет батальоне джохара дудаева если такое подразделение в рядах национальной гвардии украины где есть из кто там воюет а я не знаю я с ними не знаком все понятно и не даже не знаю я вам задаю вопрос что изменится от того что ваши не внушаетом солдаты например те кто сегодня с украинским паспортом получат российские а те которые ну и есть российские они даже как бы и зачем они просто перестанут скрываться что они как бы россияне что изменится в военных действиях вы говорите армия перестанет стрелять почему что-то поменяется да потому что в случае если потом украинская армия продолжит также стрелять но она не продолжит потому что там нету дебилов и они понимают что если будут убиты российские граждане вот российская федерация имеет все законные основания чтобы ну как в грузии чтобы ну как в грузии не понял сейчас а в псковских десантников хоронили и много несколько десятков человек есть люди которые есть люди которые россияне которые погибли будучи срочниками в 14 в 15 году почему российская федерация не вела войска в 14 15 открыто что ей помешало сделать это тогда в 14 в 15 году я как изменится ситуация просить задать тебе один вопрос сложно него ответить давайте помочь я вам задал вопрос что не поменялось что изменилось поменялось спутник морская пехота которая погибла при штурме аэропорта до в донецке это были срочники это были контрактники это были граждане российской федерации все как один псковских десантников погибло очень много и вы это знаете я знаю все об этом знают а ну вы не знаете что поменялось просто что поменяется как умирали погибали двухсотых везли за поребрик так и будут снова вести что-то изменится конечно что изменится изменится уже изменилась территория украины а туда дальше изменится еще больше я ответил на твой вопрос ну я понял то есть ответа нет да задавайте свой я понял я без проблем отвечу вам на ваш вопрос вот у меня один единственный вопрос вот я со многими украинцами общаются вот ты можешь мне сказать кто кроме украинской пропаганды вот обнаружил здесь сколовских десантников еще каких-то там морскую пехоту и где какое международная организация какая военная разведка какого государства давайте вам расскажу хотите я вам отвечу прям хотите да 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 сайте отвечаю вы знаете у меня вот эти вот чтобы просто я не был голословным и не говорила поверьте мне на слово я вам буду прям показывать хотите смотрите показываю вам могу достать свой любимый отчёт о действиях по предварительному расследованию гаакского международного уголовного суда хотите международного уголовного суда в гаге ГААГСКИЙ МЕЖНОРОДНОЙ УГОЛОВНЫЙ СОЩИ. Хотите? Что за документ? Это отчет о действиях по притворительному расследованию. Отчет прокуратуры. Обожди, у меня вопрос. Кто его представил? Этот отчет. Прокуратура, прокурор. Правильно. Это представил прокурор. Но не ГААГСКИЙ ТРИБУНАЛ. Никто. ГААГСКИЙ. Все, не годится. Я просто спросил. Минские соглашения вам не интересны. Давай за Минские соглашения. А за Минские? Мы сейчас к ним вернемся. На секундочку еще. Я вам сейчас просто... Смотрите, секундочку. Секундочку. Я же долистаю туда, куда нужно. Смотрите. Так сразу, чтобы про иностранных, про иностранных. Где мои иностранные? Где мои иностранные? Иностранные мои. Иностранные мои. Вот они, видимо. Я их достал, тут все вместе. Ага, смотрите. Вот. Министерство иностранных дел в Великобритании опубликовало данные с фотографией и привязкой к местности о наличии в Донецке и в Шахтерске с указанием прямо координат. комплекса называется это система противовоздушной обороны Панцирь-С-1 которые находятся на вооружении только российской армии. Это по поводу того кто-то заявлял заявило Министерство иностранных дел. А теперь дальше я продолжаю. Смотрите. Вот миссия ОБСЕ совместная с Россией мониторинговая миссия обнаружила в отчете от 27 сентября здесь смотрите четко написано о том, что они обнаружили ТОС-1 Буратино 220 мм который находится на вооружении только российской армии. А в отчете от 11 февраля совместная с Россией мониторинговая миссия от 11 февраля 2019 года обнаружила комплекс который называется ТОРН это комплекс радиоразведки это новейшая система разработки Российской Федерации. А смотрите в отчете от 31 июля 2016 года совместная мониторинговая миссия совместная с Россией обнаружила на неподконтрольной Украине территории Донбасса на оккупированный комплекс называется станция помех военная Р-330-Ж житель. А вот смотрите еще снова ТОРН подождите не перебивайте я вам все перечислю смотрите я в курсе ага вы в курсе да? ты служил когда-нибудь в армии? подождите мы еще с вами это не обсудили или уже все или уже обсудили понимаешь ну вот посмотрите посмотрите секундочку смотрите вы у меня спросили кто подтвердил я вам говорю вот документы они подтвердили наличие войск Российской Федерации обожди это они подтвердили войск Российской Федерации или технику которая обнаружена они подтверждают наличие военной техники которая которая принадлежит исключительно Министерству обороны Российской Федерации. И больше ни одной армии мира эта техника принадлежать не может. Она принадлежит Министерству обороны Российской Федерации. Точно, смотрите, вот такие комплексы... А можно на ней? Да, я вам рассказываю, смотрите. И вот такие комплексы, как РЭБ, Красуха, Леер, Былина, Репеллент. Это разработки 2017-2018 годов. Они еще не поступили полностью на вооружение Российской Армии. Полностью еще. Вы еще не вооружили все свои вооруженные силы. А используете, ну, я имею в виду Российскую Федерацию. Она использует оккупированную часть Донбасса как полигон для своих новых вооружений. И знаете, что по этому поводу, кстати, заявило... А что по этому поводу заявило Министерство обороны Российской Федерации? Ну вот, смотрите, ОБСЕ опубликовало отчет. Знаете, ОБСЕ опубликовало отчет, в котором указывают, что там такие РЭБы есть. Что об этом заявило Министерство обороны? Ну, такое херню несешь, извините. А это не я, это ОБСЕ. А подожди, а ты не помнишь, что председатель ОБСЕ в Организации обвиненных наций заявил? О, я вам сейчас цитату процитирую. Хотите? Я же ее так люблю, она у меня под рукой. Смотрите. Ну, давай. Давайте. Я вам ее даже зацитирую. Она у меня под рукой была буквально... Секунду, где она, где она, где она, где она, где она? Убежала. Житель Торн... О, Хуг. Смотрите. Давай. Вы же любите эту цитату. Вот заявил Александр Хуг. Он заявил, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине призвана устанавливать факты и отчитываться про них. Ну, Андрей, ну ты ж не дурак. Позвольте секундочку. Вы меня сейчас... Я вам сейчас... Я вам сейчас зачитаю полностью, и вы узнаете свою цитату. Секундочку, дайте мне минутку. Вы же не торопитесь никуда. Ну, я ее слышал. Ну, что ты... Слушай, я вам... Российский хвост за пять лет. ОБСЕ не... Я вам сейчас прочту эту фразу дословно, чтобы вы ее не выдергивали из контекста. Читаю вам. Цитата. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине призвана устанавливать факты и отчитываться про них. Мы не делаем выводы на основе этих фактов и не предоставляем доказательств. Факты, о которых мы отчитываемся, в том числе, которые я перечислил в интервью, говорят сами за себя. Именно читатели наших отчетов могут делать выводы на их основе. Важно понять, что мы осуществляем мониторинг, а не проводим расследование. Что касается того, что мы увидели на месте, мы не увидели прямых доказательств российского вмешательства от редакции. Он такого не говорил. Впрочем... Вы эту фразу имеете ввиду. Впрочем, заявил Александр Хуг, мы видели конвои, выезжающих и въезжающих в Украину грунтовыми дорогами посреди ночи в местах, где нет официального пересечения границы. Мы видели особые виды оружия, которые мы в деталях описали, включая военное и электронное вооружение. Мы также говорили с взятыми в плен украинской армии пленниками, которые заявляют, что они служат российской армии и при ротации участвуют в военных действиях в Украине. То есть, другими словами, он говорит, мы просто фиксируем, как фотоаппарат, факты. А есть там российская армия или нет, мы не знаем. Солдат мы видели, технику видели, а выводы, говорит Александр Хуг, делайте сами. Смотрите, вот фотография, вот мужчина целует эту женщину, и они вместе лежат в постели. А любовники они или нет, делайте выводы самостоятельно. Знаете, фотоаппарат выводы не делает, он просто фиксирует. И вот ОБСЕ просто фиксирует, и в отчетах потом эти факты предоставляет. Вот и все. Ты все сказал? Да. Теперь можно мне сказать? С удовольствием выслушаю ваш ответ. Во-первых, то, что он говорит, что по грунтовым дорогам двигалось. И он не видел пересечения границы. Видел. Этой технике. Я тебе еще раз говорю, ты тупой что ли? Мы видели конвои, выезжающих и въезжающих в Украину грунтовыми дорогами по среде ночи, в местах, где нет официального пересечения границы. Как же они пересекают границу тогда, если там нет российских войск? Слушай, я тебе могу объяснить, я сам бывший военный. И я знаю, что такое... Ты не служил в армии, да? Я правильно говорю? Нет, не служил. Я всегда это говорю. Да, я не служил в армии. Ты не знаешь, что такое ночное вождение. Что такое вождение в ночное время при подготовке водителей, транспортных средств. Вот. И если воинское подразделение находится недалеко от государственной границы, вот, и которая проложила маршрут, вот, и он, ну, был не так далеко от этой границы, сам фактор пересечения государственной границы между ЛНР и Российской Федерацией, не было зафиксировано Организация Объединенных Наций. И нечего мне... Причем здесь Организация Объединенных Наций? Они опубликовали отчет, в котором указали даже видео, где четко пересекает конвой границу. А давайте теперь вернемся к Минске... Я видел этот ролик. Это далеко от границы. А, далеко. А УБСЕ утверждает, что прямо на границе. УБСЕ утверждает, что прямо на границе. Рядом с границей. А, рядом с границей. Ты понимаешь, что такое граница? Давайте откроем минские соглашения, вы просили. Вот они у меня в руке. У меня есть вопрос. А, вы закрыли этот вопрос? Про границу? Ну, есть видео. Я тебе говорю. УБСЕ утверждает, что это пересечение границы. Не было, не утверждает. Не утверждает. В районе на грунтовой дороге пустые КАМАЗы. Вот, пустые. Крутились по кругу. Я тебя еще раз говорю. А, они по кругу ночью крутились. Да. Понял. Были просто-напросто ночные вождения. Ночные вождения. По кругу крутились ночью. То в Россию заедут, то в Украину. Вот такие крутые пацаны крутятся ночью. Ну, ты же не дурак. Ты все прекрасно понимаешь. Пересечения, границы. Все, не было. Все, не было. Закрыли тему. Не было. Закрыли тему. Не было. Давайте вернемся к Минским соглашениям. У меня есть какой-то вопрос. Давай. Смотрите. Во втором пункте Минских соглашений указаны системы залпового огня, которые нужно отвести от линии разграничения. И там указано, что на ширину 140 километров нужно отвезти РЗСО «Торнадо-С». 140 километров. Обожди. А на территории ЛНР есть ли такое расстояние? Смотрите. Есть подписанные Минские соглашения. А я у вас хочу спросить. Кто должен отвезти комплекс «Торнадо-С»? Какая армия? Какого мира? Ну, армия какого государства должна отвезти «Торнадо-С»? Кто может отвезти «Торнадо-С»? Не знаю. Не знаете? А я знаю. Какая? А знаете, несложно сделать выводы, что поскольку комплекс «Торнадо-С» находится на вооружении только российской армии Министерства обороны, то никакая другая, никакая другая армия не может отвезти. А, «Торнадо-С», извини меня, я попутал. «Торнадо-С», 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 «Торнадо-С». Никакая другая армия не может отвезти. Что-что? Ты можешь мне сказать? «Торнадо-С» — это что? Это ракетный, ну, это ракетный, в общем, РЗСУ, это система залпового огня, ракетная система залпового огня, типа «Град». Какой? А какой у него калибр? Я в калибрах не разберу, не знаю. Ну, как «Град», это переделанный «Град». Там «Град», «Град», «Ураган», «Смерч», а потом «Торнадо» делали. Если ты не разбираешься, и не можешь отличить «Торнадо-Г», а «Торнадо-С». Рассказываю вам. Если вам интересно, смотрите. «Торнадо-Г» принят на вооружение с 2011 года в российской армии, а «Торнадо-С» испытания только проводили в 2012 году. Ты же не дурак, ты сам прекрасно понимаешь. Что принято на вооружение российской армии, это не значит, что она находится только на вооружении российской армии. А Россия не продавала никуда «Торнадо-С». Никуда не продавала. А по закону, согласно закону, и вы должны данные эти предоставить в ООН, Российская Федерация не продавала никуда комплексы «Торнадо». Хорошо, а давайте предположим с вами, давайте предположим, мне тоже интересно, знаете, а давайте с вами предположим, что Россия, например, куда-то продавала «Торнадо-С», ну, в какую-то другую страну. Давайте предположим, например, в какую? Ну, поиграем в эту игру, в логическую, найдем логическую дыру здесь. Ну, пробьем мою брешь. В какую страну Россия? В США. Хорошо, а как же Соединенные Штаты Америки поставили «Торнадо-С» сюда, в Украину? В разными путями. Ага, в разными путями. То есть Россия продает «Торнадо-С» в Соединенные Штаты Америки в страну НАТО, да, в главную страну НАТО, в свою новую систему, которая принята в 2012 году на вооружении. А она, ага, понял, все, пробита дыра моя логическая. Пробита? А теперь можно тебе задать вопрос на эту же тему? Давайте. Вот ты мне можешь сказать, помнишь такую чеченскую войну? Российскую? Российско-чеченскую? Да, да, да. Да, было дело такое, да, было. А вот скажи, как у боевиков-чеченцев оказались тогда БТР-3, которые только еще даже не... Ян, откуда у вас информация о том, что там БТР и Третье? Ну, у меня от ОБСЕ, а у вас откуда такая информация? У меня из средств массовой информации, вернее... Я не владею такой информацией, я не могу вам подтвердить или опровергнуть эту информацию, я от вас ее впервые слышу. А что вы скажете по поводу того, кто там воевал? Вы имеете в виду, что там воевали украинцы на стороне чеченцев? Чего ты ему редко хочешь спрыгнуть? Ну, я тебе... Я про БТР ничего не знаю, не могу вам сказать. Ну, я тебе говорю, если ты не знаешь чего-то, я тебе говорю, что еще эти БТР-3 не поступили на вооружение Российской Федерации, они оказались уже на стороне чеченцев. А кто же им туда продал их? Ты не слышал такую фамилию товарища Березовский? Ну, это российская политика, я не очень. А что, при чем Березовский? А, ну, понимаешь, это российская политика. Ну, это российское государство. Там одно предприятие другому продало на территории той же Российской Федерации какие-то там БТР, при чем здесь война России с Украиной? Это были на новейшей разработке. И что? И при чем здесь одно и другое? А, ну, они же не пересекали границу Российской Федерации, правда? Нет. Нет. Ну, а мы говорим про Торнадо-С, который находится на территории Украины. Ну, а что это за вооружение? Торнадо-С. Ракетная, как это правильно, ракетная система залпового огня. Правильно. Я тебе говорю. Ты даже не имеешь представления. Ну, что ж я не говорю? Хотите, я вам зачитаю. Вам надо, чтобы я зачитал. У меня все есть. Торнадо мне запитывать. Я это все прекрасно знаю. Так, а что вы знаете? О чем вы знаете? Что это модернизация смерти. Ну, и что? Да ничего. Ну, нет ни у кого, ни у одной армии мира, нет никакого Торнадо-С или Торнадо-Г, кроме Российской Федерации. Ну, нет. Вы же понимаете, что это логическая дырка, в которую вы попадаете все как один. А выбраться из нее мы не в состоянии. Никто не может, ни одно государство Америки, включая Соединенные Штаты, не предъявило никаких доказательств того, что на территории Украины присутствуют российские войска. Ты мне здесь уже... А, а санкции, которые наложены на Россию и все заявления со стороны Европейского Союза, Великобритании, со стороны Соединенных Штатов Америки, они все призывают вывезти войска и прекратить эскалацию, прекратить войну. За это санкции наложены. Америки, твой гребаный министр иностранных дел буквально вчера или позавчера заявил, что по факту данных паспортов, что у вас гребаный министр обороны заявил. Не кричите, я вас слышу. В 2015 году. Не кричите, слышу вас. Российских войск на территории ЛНР нет. Кто вам такое сказал? Смотрите, а вот кто такой муженко. Муженко, министр иностранных дел. Нет, муженко это начальник генерального штата. Смотрите, смотрите какая штука. У меня есть простейшая такая вещь, которую очень несложно найти в интернете. Секунду, было только что под рукой. Я пролистал. У меня было решение суда. Какого? Решение украинского суда, нашего суда. А, подожди, а на Украине еще есть пубы? Не зависит. В Украине. А вы принимают в Украине? А? Не на Украине, а в Украине. Да нет, мальчик, ты ошибся. Ты плохо, наверное, в ПД институте. Нет, дядя, есть заявление Института Виноградова. Посмотрите, есть... Вы сказали, что она в этом заявлении... Вам сочетать его сейчас? Давайте решение суда закончим. Нет, дядя, стоп. Я поверю тебе на слово. Если ты тесный человек, если ты мужик, ты скажешь... Ой, господи, смотрите. В этом решении, как ты говоришь... Вот оно у меня в руке. Смотрите, вот оно у меня в руке. Институт русского языка имени ВВ Виноградова. В ответ на... В общем, это ответ редактору газеты «Правдоискатель» Ю.В. Шиля Женко. По поводу ВИИНА. Слушайте внимательно. Слушайте внимательно. Значит, рассказываю вам итог. Таким образом... Слушайте, слушайте. Таким образом... Итого. Ну, там, предисловие, все, все, и потом в итоге. Подписал Грунченко, старший научный сотрудник учреждения Российской Академии Наук, Российской Академии Наук, Института Русского Языка имени Виноградова, кандидат филологических наук, написал в последнем абзаце. Таким образом... В современном русском языке сосуществует традиционная литературная норма с предлогом «на» и относительно новое, вводимое из соображений политкорректности по просьбе Украины с предлогом «в». Выбор формы в каждом конкретном случае должен осуществляться говорящим или пишущим с обязательным условием, учетом условий общения. То есть, когда вы используете предлог «на» Украине, имея в виду Украину как часть России, когда вы имперец, тогда да, тогда верно. Когда вы говорите, имейте в виду Украину как независимое суверенное государство, вы должны использовать «вы». Ну так вы спрашиваете, я сам отвечаю. Так я тебе говорю «на» Украина. А, если вы считаете, что Украина, это не государство, а часть России, все, тогда верно. Тогда для вас верно. Тогда верно. Тогда для вас верно. Смотрите, у меня в руке, вы меня перебили, у меня в руке решение суда по поводу майора Старкова, начальника артиллерийского вооружения, воинская часть у него находится в Новочеркасске. Он судом признан российским военнослужащим, действующим российским военнослужащим. И у него был целый КАМАЗ боеприпасов, которые принадлежат армии Российской Федерации. Как вы думаете, как он оказался в Докучаевске на блокпосту? Ну, они, понятное дело, как оказались. Они свернули не туда, там водитель его не туда завез. Но как оказался майор, действующий майор, начальник артиллерийского вооружения, воинская часть в Новочеркасске находится с КАМАЗом вооружения, с КАМАЗом боеприпасов. Как он оказался под Докучаевском вообще? Очень элементарно. С удовольствием бы выслушал вас. Да. Ну, вот я в былые времена на военном Урале, на военном Урале, с военным грузом оказался в военном году на территории Федеративной Республики Германии. Просто-напросто. Понимаешь? Нет. Нет? Ну, вот это так было, понимаешь? Нет. Вот я заехал туда и выехал. Заблудился. Далеко заехали? Прилично. Вы же живете на Донбассе. Вы же представляете, где находится Докучаевск, а где находится Новочеркасск. Нет. Вы географически понимаете, сколько это километров? Я живу в Луганске. И всю жизнь живу в Луганске. Вы представляете себе, сколько километров от Новочеркаска до Докучаевска? Давайте посмотрим вместе с вами. Мне даже интересно, сколько это километров. Надо написать, кстати. Знаете? До Кучаевск. Давайте. Мы сейчас в Google проверим. Это же легко. Давайте. Карты. Google. Докучаевск. Проложить маршрут. Новочеркасск. Новочеркасск. Пожди. Новочеркасск. Ростковская область. Ага, на машине. Сейчас мы смотрим. Значит, это 238 километров самый быстрый маршрут. 238 километров. Ну, ты у меня в моих глазах до вот этого разговора выглядел намного умнее. Ужас. Ты, наверное, не понимаешь, что такое, где расквартирована воинская часть и где она может быть. А он дал показания признательные и сказал, что получил приказ и вез этот КАМАЗ. Мало того, у него еще были документы с собой дополнительные, ЛНР-овские. Слышь, Андрюша, ты можешь попасть, к примеру, куда-то в плен и ты расскажешь, что ты... Но у меня, смотрите, да, я понимаю. Но у меня вопрос не относительно этого. Смотрите, у меня вопрос следующий. Как ФСБ, а как известно, пограничники принадлежат ФСБ, да, они подчиняются, это и есть подразделение ФСБ. Как они выпустили с территории Российской Федерации целый КАМАЗ с боеприпасами, без документов? Как так произошло? А, обожди, на границе между Российской Федерацией и ДНР... Нет границы между Российской и ДНР, есть между Луганской областью, там в ДНР же нет границы с Россией. Откуда? Хорошо, с Луганской областью. Там, извини меня, сплошная стена, там роуэрон, там стоит забор с колесо тропа. А, он по полю поехал и поехал себе. Прямо по полю, по копанному. Понял вас. Вернее, если честно, не очень. Не очень. Не, не очень. Ну, понимаешь, я тебе еще раз говорю. Знаете, как напишут зрители в комментариях? Як вуж на паттене, разумеет, и как уж на сковородке. Вы и так вертитесь, и так называйте вещи своими именами, будьте честными. Зачем вы врете постоянно? Для чего? Ну, скажите честно, ну, смотрите, ну, что в этом такого? Ну, Россия напала на Украину. Ну, есть там солдаты русские. Напала. Ну, есть. Ну, смотрите, в плен берем, убиваем. Ну, есть русские солдаты. Ну, признайте, ну, есть. Ну, зачем постоянно чесать нос и врать самому себе, мне? Зачем вы врете? С какой целью? Для чего? У тебя нету ни одного доказательного факта. Нет. Сто процентов. Угу. Что Россия напала на Украину. Ага. Ни одна разведка мира не подтвердила это. Я вам говорю, Министерство иностранных дел Великобритании публикует разведданные из Донецка, из Шахтерска с фотографиями и привязкой к местности. Что вам еще нужно? Машина. Машина. А как она там принадлежит Министерству Обороны Российской Федерации? Как она там оказалась? Кто тебе сказал, что она принадлежит Министерству Обороны Но нет на вооружении ни одной армии в мире нет Панцирь-С1. Ну, нет. Ну, так сложилось. Ну, обосрались. Ну, что? Ну, лоханулись. Ну, нет. Кто лоханулся? Это ты лох. Ты понимаешь, кто-то лох. что такое воинское подразделение и что такое техника войска поехали покататься в донецк из чечни пиво попить пиво попить чечни поехали на панцирь с-1 пзрк да не пзрк не переносной зенитно-ракетный комчик как он там этот как он там этот панцирь с-1 называется хай ему грейс вообще она мне а это про это система противовоздушной обороны ну такой с куча труб у него там торчит его сложно вы же видели видео где он по оборонной едет возле автовокзала но есть же видео по луганску едет он луганск слева справа магазины вы же узнаете трамвайная линия я не на обороны но вы узнаете это знает каждый луганчанин вы открываете видео панцирь с-1 в луганске и увидите как едет панцирь с-1 по луганску ну и что не ничего у меня когда вы аргумент этот счет рулетки приводите ну и что у меня в ответ на него ничего нет никакого аргумента хорошо пусть пальцы пусть все уже пусть по уже пусть еще что там у них еще старую торнадо с реблер красуха были на торн система буратино с 1 где воинские части российской федерации вот вы дошли до интересного поехали поехали кстати заходили на сайт информ напал я вам рекомендую зайти на сайт информ напал и там посмотреть не кричите слушайте меня внимательно смотрите люди которые являются военнослужащими российской федерации которые их взяли в плен с указанием воинских частей вам зачитать их давайте смотрите балабанов андрей сергеевич 94 года воинская часть у него с тема мотострелецкая рота 23 окрема и гвардийской мотострелецкой бригады в че 65 349 самара слыша кряж савастеев владимир вячеславович 331 парашют парашютно-десантный полк 98 повитерно-десантную дивизии вам читать их это все пленные пленные их путин пришел давайте задать я просто хотел вам прочесть подразделение которые воюют которые однозначно воюют без без него да тут уже не вопрос вопрос уже не вопрос вот у меня только один вопрос я один остался давайте мне не один парочку вопроса давайте же мне пожалуйста вот ваш бывший президент пётр кровавый когда он был еще президентом он говорил украинская армия самая мощная в европе самое сильно говорил да правда да и и вот это самая мощная армия воюет пять лет самой слабой армии российской федерации она не самая слабая вы считаете что российская федерация тоже часть европы что ли или это европа что ли до урала европа сколько самая сильная армия европы взяла плен россии солдат российской армии за пять лет она ко мне быстренько зачитывая вам я поверю секундочку секундочку смотрите афганская война это война советского союза в афганистане термия не перебивайте велась 10 лет с 1979 по 89 и вот по поводу пленных я вам сейчас скажу смотрите пленные потери ссср потери ссср пленные 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 а теперь слушай не перебивайте меня внимательно меня слушайте внимательно меня слушайте по официальной статистике за время боевых действий за 10 лет а это была война вовсе не такая как сегодня на донбассе плен попала за 10 лет четыреста семнадцать военнослужащих то есть если мы разделим это на 10 лет то в один год попадала в плен российских ну советских и не российских извините советских военнослужащих 41 человек а в некоторые года как вы понимаете в первый год было больше последующие меньше то есть в год где-то двадцать-тридцать человек попадала в плен на афганской войне сегодня война не иметь такой степени интенсивности поэтому извини меня и меня с полис математика все было нормально отлично но если попала 400 то как может вот попасть два я говорю что разная степень интенсивности в первый второй в третьи годы максимальное количество солдат попала в плен а в последующие года меньше можешь ответить конкретно на поставленный вопрос рассказываю рассказывать я вам рассказываю я вам рассказываю отвечаю вам на вопрос вот у меня есть определенный список военнослужащих подтвержден вы теперь меня выслушайте внимательно выслушайте меня внимательно слушал теперь меня не перебивайте я уж не перебиваю у меня есть список подтвержденных военнопленных список он на нескольких листах на нескольких а поскольку последующие люди которые попадали в плен заявляли том что они являются военнослужащими российской федерации а россия заявляет что их там нет то они являются не комбатантами и скорее всего вероятнее всего их в плен не берут понимаете поскольку они являются террористами они военнопленными российской армии на территории украины нет в плен брать некого но я теперь вам задам в ответ один единственный вопрос через чур много достаточно всего одного пленного всего одного для того чтобы доказать наличие российской армии на территории донбасса а у меня и десятки это очень много много очень у тебя нету ни одного понимаешь потому что те как ты говоришь военнослужащие они на тот момент не являлись военнослужащими а как же а месяц обороны их признала вас не признает как же того так вот не был же обмен был обмен же ну вспомните вы забыли просто уже российских военнопленных обменяла украина пожалуйста мне цифру можешь назвать нет не могу вам сейчас цифру назвать я не занимаюсь обменом вот я говорю что достаточно одного а у меня список на нескольких листах смотрите несколько листы мы эти я читаю листаю листаю листай а это списки 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 с указанием воинской части и так далее а достаточно для того чтобы доказать всего одного солдата то есть видите если девушка девственно то она девственно а если у нее есть хотя бы один ребенок то она уже не девственница а вы говорите сколько у нее детей но не 10 же человека я говорю одного ребенка достаточно чтобы доказать что девушка уже имела с кем-то половые отношения понимаете и все андрюша в данном вопросе извини меня ты не компетент в чем это мой вывод я вам говорю что недостаточно ли 1 пленного и не меня недостаточно моей колокольни в моем понимании понял вопрос а вы видели обращение этого старкова который обращался к владимиру путину владимир владимирович признайте меня строков майор который пожалуйста я же простой майор я тыловой нельзя было меня посылать я не подготовлены не видели так видно было за него я тебе еще раз говорю я привел конкретный пример который произошел лично со мной поверь мне понял я был старшим машину вел вес воен в италию вы не заехали в италию случайно я заехала сицилии не добрались сейчас я об этом могу говорить вот я заехал на территорию федеративной республики ужас кошмар ужас а он тоже так случайно просто взял камаз боеприпасов и документы с собой еще главное взял и ланеров ски а зачем ему документы ланеров ски выбрали с тобой фрг документы какие-нибудь паспорт меняли там себе нет у меня извини меня на тот момент а зачем а зачем он взял с собой ланеровский документы дополнительно для чего андрюша общаясь со многими пообщайся даже вот с вашими военными по военному общаюсь военными постоянно недавно передавать мы тебе вам покажу даже мы недавно им вместе с андреем передавали беспилотник смотрите видите мне какой дали этот самый флаг это мне разведчики разведчики передали спасибо им большое очень было прям так зворушлого вы знаете очень очень да мы им передали беспилотник передавали вот мне тебя хочу сказать и у них спроси какие у них документы есть на руках у военных только вот что извини меня ни о каком а теперь у нас есть есть доказательства это не ванная смотрите слушайте меня внимательно по поводу старкова решение суда вот у меня в руке и есть это вещественное доказательство а я сейчас зачитаю вы мне прокомментируйте хорошо секундочку послушайте мне так интересно смотрите в его обязанности входило наладить учет отчетность и хранение оружия и боеприпасов до 25 июля 2015 года он считает что им проделана большая работа где-то на 70 процентов попав туда им дали бланки для заполнения вымышленными фамилиями и именами на которые были выданы документы военных днр и позывные он носил фамилию овсянников у него документы были на фамилию овсянников находясь в части он практически не выходил из нее месяцев через 45 он справился с поставленной задачей ну и так далее то есть эти какая штука он попал в плен с так будучи майором старковым с документами днр на которые было написано его фамилия овсянников и министерство обороны российской федерации его признала и мы его обменяли на нашего пленного нашего киборга с поздним рахман который в плену находился что гробика какого гробика ну рахман кибор обратно прочитаешь в робе очень смешно я вам говорю как вы прокомментируете наличие у него документов днр если он ошибся заехал не туда как вы если бы вы заехали на территорию фрг а у вас документы а вы по документам шульц опа неожиданно и документы немецкие федеративная республика германия паспорт там все дела у меня были документы военнослужащего зовет а зачем же ему документы днр с его фамилии ну и с вымышленной фамилии с его фотографии для чего хоть один придумайте мне хоть один да я не буду придумывать ни одного варианта потому что их может быть один придумать один один будет ни одного правила давайте один мне хотя бы не пишу научную фантастику поверьте у вас ко мне есть вопросы какие-то еще ко где на этом не я в луганск скоро приеду встречайте вы где же на каких кварталах в центре встречать тебя в центре 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 дворянское гнездо нет я слышал такой честно уже помню уже и честно ли не помню что времени прошло да да много времени не знаете огонек я там не местный понятно а я дворянском гнезде на 15 линии школе почти или где почти почти ниже туда дальше по обороны вниз бывал там частенько знаете пустой дом стоит никого все разъехались три квартиры в подъезде живет дворянском гнезде ну не знаю у меня извини меня я живу много квартирном доме вот сейчас все квартиры заняты на доме с чего начали те мы закончили как определить россияне на все трулетки даже с украинским паспортом я пойду бегите быстрее получайте паспорт то не хватит всем бланков говорят мало украли половину не 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 этот российский с этим вас даже никуда и не пустят кроме самой россии а мне дальше не надо ты знаешь я уже посмотрел мир служили в гдр были фрг случайно заехали в принципе вам хватило ну все я буду в германии после занять через три дня я передать немцам немцам что-то двери не буду привет от кого пока как у меня передать они вас не помнят то нет некоторые у меня друзья там остались понимаешь не только немцы но и поляки все луганску привет я пошел тут брехливые вы россияне зачем отдать и 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